всем снова привет снова здравствуйте с вами снова бешеный повар и сегодня мы опять готовим ну раз уж вы видите это видео то стопроцентно сегодня 31 августа красный день календаря ну день рождения моей супруги ну и собственно чё я делаю ей ну подарочный тортик ну вообще как разговор шел о том что я говорю мы как-то выехали на море по темной но в темное время суток я говорю он видишь то звездочка мер гайдом желтая красная да вижу горит я горит а нихрена не звездочка это планета это называется марс я говорю я тебе его короче дарю на день рождения все он твой но она мне говорит давай мне его сюда это понять если я сейчас получится сюда подтянуть для вопроса на сувениры все раздашь поэтому грибу сон там будет она ведь я не хочу марс я хочу муравейник муравейник оказалось это торт муравейник она хочет ну короче будем сегодня делать торт муравейник ну и я чё-то как-то подумывать чтобы ну как по украсить торт муравейник чтобы он хотя бы издали напоминал марс ну и собственно затею вы мою поняли сейчас я вам показываю и буду делать чё там прежде всего в общем что нам надо ну нам понадобится ну разумеется тазик чашка чашка у меня такое вот сито своеобразное ну и мука давайте сейчас просеем муку через это необычное сито сюда же в общем пока суд доделать добавляем разрыхлитель прям сюда чтобы это все красиво у нас перемешалось ну и грамм тут сколько у нас грамм 5 наверно ванилина ванилин тоже добавляем вот сюда ну и досеиваем опять муку в общем таким образом мы насеяли пол килограмма муки ну согласно мерки мирному стаканчику пол килограмма муки пачка разрыхлителя и пачка ванильного этого но ванилина теперь берем ну короче рекомендуется добавлять масло но я позвонил маме мама сказал только маргарин потому что для выпечки маргарин самое то вот я добавил кубиками нарезанный маргарин сейчас буду это все вот так руками переминать также сюда добавляем но примерно 100 грамм до где-то вот это ну 100 грамм сахара у нас получилось из 100 грамм сметаны теперь я уже начинаю это но опять перемешивать оно должно получится такое как рассыпчатый песок так вот песочное тесто короче походу этой штука ничего не получается буду кая наверно руками это все дело месить в общем получается у нас вот такое тесто сейчас я двумя руками его соберу в клубочек еще раз промну соберу все на свете в нем чем получился у нас вот такой вот кусочек тесто хороший такой интересный даже если честно я сомневался что у меня получится но так как все таки я молодец у меня получилось все оставляем тесто вот так вот и сейчас будем продолжать теперь нам понадобится замечательно вот это такой вот шансов инструмент это называется ну те кто уже родился после там двухтысячного года я вас ознакомлю это называется мясорубка механическая то бишь в одну лошадиную силу и сейчас я вот буду наше тесто я его уже так как нашел погромсал перекручивать его вот сюда выкладываю такими типа печенюшками получатся врезаем мы укладываем это дело сюда и поняли да сейчас я вот так вот ну потихонечку потихонечку все это дело уложу здесь на противне и мы дальше продолжим в общем получилось у меня приблизительно что-то между этим ну и тем же самым сейчас вот этот противень я убираю при температуре 190 195 градусов духовку буквально на 25 минут думаю вам не интересно как противень заезжать духовку поэтому я это сделаю за глаза мы сейчас будем делать дальше в общем то у нас там делается все давайте сейчас займемся крема ну короче масло тут нормально понадобится но у меня сейчас вот на данный момент 100 грамм масло я скидываю так порезано мягенько чтобы его миксер нормально взял на тихом ходу мы его сейчас перемалываем сейчас масло нужно взбить до бела чтобы она такая ну беленькая была нормально порядочек теперь добавляем сюда ну не знаю тут у нас типа 360 грамм ну давайте наверное добавим сюда но спал банки все порядочек это у нас в общем-то вот такой вот симпровизированный крем для пропитки может кто-то сюда еще что-то добавлять но мне это ни к чему мне нужно чтобы крем там при охлаждении стал все мне этого достаточно я поднимаю эту штуку значит и сейчас просто перелью это все ну в другую тару короче здесь мы сейчас другой крем замешаем в общем второй этап у нас также примерно ну 100 грамм масла даже может быть меньше тоже кубиками порезаны отправляем сюда и снова на малых оборотах начинаем разбивать просто масло до белого белого и в этот раз мы добавляем сюда вареной сгущенки тоже чуть больше полбанки отлично порядочек сейчас тоже перегружаем это все в отдельную тару тоже любите венчики облизывать сейчас я да да ну в общем смотрите вот наши печеньки чет я наверно немножечко перестарался они у меня во первых ну не так чтобы привыкли но под это самым потемнели но думаю это не критично короче сейчас это все надо будет вручную по переломать в общем как ломать печенье думаю показывать тоже не стоит потому что ломать не стоит до хрена ума не надо вот видите это меньше пожаре стоя в другую чашечку а что побольше поджаре стала другой буду складывать ну мне так потом просто но удобнее будет ну в общем вот наши две миски крема и две миски но печенье соотношение ну такое все это дело исключительно приблизительно но думаю вот так вот будет нормально я это все оторвал от бумаги рассоединил ну на две тары и сейчас мы будем но это дело смешивать сейчас белый пойдет сюда темный пойдет сюда мы перемешиваем это все теперь в произвольном порядке никому многие из вас уже строят догадки что и как будет но я вас прошу пока не делайте никаких выводов потому что это еще ну далеко не все далеко не все еще у меня козыречек с короче в рукаве при это самое припасем в общем смотрите теперь мне понадобится такая вот полу сферическая формочка но вот кроме вот этой кастрюльки ну как чашечки у меня ничего нет но здесь есть небольшой пупок ну думаю не так заметно будет вот вот такую чашечку я беру и теперь заправляю в нее пищевую пленку пищевая пленка нам для чего что потом его от ну нормально безболезненно оттуда можно было вытащить так руками я так понимаю мне ее туда вообще не заправить но так по мере того как я буду это все туда вываливать вываливаю это все потихонечку самой и усядется на свои места теперь сейчас я беру темный вот этот с темным кремом печенюхи вываливаю сюда начинаю его как следует трамбовать и трамбовать не просто трамбовать а укладывать по краям ну вот смотрите примерно вот так вот у нас должно получиться как вот ну чашечку мы размазать теперь берем с белым кремом и вываливаем сюда в серединку и также начинаем туда это дело все вминать уже думаю на большой размер мне рассчитывать не стоит но тем не менее думаю будет очень даже ого-го ну примерно что-то вот такое вот у нас получилось то есть видите здесь оно у нас черное а внутри белое это я потом объясню почему короче по рецепту рекомендуется этому всему остыть там пять шесть часов но друзья реально у меня пяти шести часов нету сейчас я вот это вот так ставлю в холодильник она немножечко остывает масло схватывается и я потом где-то часа на полтора уберу это в морозилку и и вы буквально через секунду узнаете почему поэтому для чистоты эксперимента вот у меня сюда как раз тарелочка ложится мне что потом не мучиться я хочу сейчас эту тарелочку прям вот сюда вот засунуть чтоб мне потом с ней как говорится и работать все убираем вот так вот мы ее и убираем теперь значит смотрите что нам надо прежде всего ну там приблизительно такой вот ковш сейчас мы будем делать специальное покрытие для нашего тортика ну чтобы как бы увенчать это все красиво сделано сейчас мы берем ну примерно тут сколько у нас нам надо 100 грамм воды 150 граммов сахара 150 грамм нам понадобится инвертного сиропа не знаю что это такое зашел сказал мне надо ну и мне собственно девочки дали ну как дали дали сироп включаем газ сейчас все это дело надо будет нам хорошенечко размешать чтоб она прям превратилась вот в отличный сироп тем временем вам сюда надо добавить еще одну интересную штуку сейчас я скажу как эта штука называется и вы все опаситесь это называется ну так у нормальных кулинара у хороших кулинара кто тортики делать называется диоксид это такой краситель а так он называется диоксид титана не знаю почему диоксид и почему титана но он выступает здесь как краситель чтоб наше покрытие не было такое полупрозрачное нам сюда примерно ну вот пол чайной ложки нужно диоксида титана добавить вот это значит ну и все это дело мы размешиваем чтобы он был вот сироп как вода прям такой нагретый кипятить думаю не стоит да и не надо все порядочек уже наш сироп разогрелся уже начинает как бы закипать все он нам горячий такой нужен теперь мы сюда добавляем что теперь мы сюда добавляем значит у нас идет где-то около 200 грамм белого шоколада желатин я сюда тоже добавляю вот такой в полосках купил говорят прикольный то есть его надо не разводить уже ничего а так просто вот растворяешь в этом все ну и добавляем сюда еще сгущенки ну тут а то что осталось той банке ну примерно грамм 100 120 и все это хорошенечко теперь перемешиваем в общем все порядочек значит я видите три стакана выбрал мне надо будет три цвета одного цвета чуть-чуть и 2 так побольше поэтому я уж два стакана блендеров взял и маленький мирный сейчас вот будем это все сюда выливать давайте сначала наверно в один попробуем это все вылить чуть-чуть там желатин остался но попробую блендером сейчас его разбить чё-то с этими полосками ни разу не работал в общем решил я все пока в один стакан собрать сейчас я это блендером дело все перебью и посмотрю что на чем мы выходим в общем получилось у нас то что получилось вроде я это дело все перебил сейчас разливаем пополам ну как пополам приблизительно мышь не будем мелочиться да вот беленького я чуть-чуть отлил мне именно столько и бои надо больше мне его не надо сейчас мы будем придавать каждому цвет не порекомендовали порошковой краски вот такого то на жирной консистенции хорошо расходится столько же сюда в одну добавляем немножечко синий а во вторую мы добавляем чуть-чуть бордо чтобы у нас получилось два разных оттенка и также блендером я сейчас буду все это дело взбивать блин самому любопытно что тут происходить это одна значит теперь мешаем вторую сейчас смотрите значит что нам надо сделать нам нужно пропустить это все через сито для чего чтобы отбить вот эти пузырьки и лишний порошочек что там был шапаном структуру тортика не портит сейчас это все выливаем большой взял потому что ну чтобы она не растекалась нам в разные стороны ну и для чистоты эксперимента давайте еще второй раз это дело все процедим в общем получившийся продукт не так много но нам мне его именно ну вот этого будет достаточно поэтому чё сейчас я накрываю его пленкой в контакт сейчас покажу как накрываем его пленочкой в контакт то бишь опускаем ее туда что пленка прям легла вплотную видите что пашка салость и оставляю и остывать но нам рабочая температура нужно примерно 35 градусов сейчас я буду процеживать этот это покрытие ну вот эту мешанину короче но это один раз вы видели хватит сейчас это я еще перемешаю продолжим вот и вторую я процедил теперь как утверждает источники значит пленочка в контакт и нужно чтобы эта штука остыла до температуры ну где-то 30-35 градусов все законтактировали нормально я сейчас здесь поставлю я не знаю с какой скоростью это все будет остывать а тортик я сейчас уже в морозилочку уберу значит его в морозилочку чтобы он у меня под замерз потому что опять таки как утверждает источник чтобы покрытие не сползло температура должна быть но близко к нулевой или к минусовой на тортике чтобы ну хорошо вот это покрытие встала то чё я рассказываю все потом увидите короче тортик я в морозилку переставляю в общем вот други нет такой вот нехитренький тортик у меня получился ну на вид он пока не алену я думаю мы справимся он у меня под замерз а так как на кухне жара нужно делать теперь все быстро теперь я буду вот так по очереди потихонечку сливать вот эту вот зеркальную глазурь чуть-чуть другого центр не в центр там в общем получилось вот так неплохо я не думаю то что это стам сильно прям похоже на марс но симпатично так как у марса еще там оказывается обратили внимание на то что у него есть там северный полюс ну давайте тут час небольшую вот такую шапочку еще сделаю что-то я уже начал безобразничать но блин получается как это прикольно смотрите это же так интересно первый раз таким делом занимаюсь вот именно с этим покрытием работа ну не знаю там марс не марс похож на планету не похож не знаю как муравейник или как марс но по-моему просто как торт это выглядит просто за видишь тут вот у меня получается тут тортик снизу тарелочка помните я ложил чтобы он как на ней и вот здесь как легло думаю имеет смысл вот это сейчас все лишнее убрать часа наверно уберу это все в холодильник значится подстелю тряпочку приподниму тарелочку и уберу в холодильник чтоб я ну не запачкал там полюбасом к тарелке все это по 2 собственно друзья вот вы да все видели все на ваших глазах произошло я щас уберу это в холодильник я бы с удовольствием для вас это все разрезал ну сами понимаете подарок я не могу ну в общем вот друзья как говорится чудо проходило на ваших глазах вот такой вот незамысловатый бесхитростный но очень интересный тортик который по существу муравейник но мы его сделали как марс то есть ну реально половинку марса я своей жене то и подарю ну как бы ну тортик тортиком ну еще колечко ну колечко как у обручальное она хотела я и подарил не ну как у нее было обручали были обручали но она хочет еще поэтому фото колечко торта в разрезе мы смотрим в моих соцсетях соцсетях моей жены короче ну где-нибудь фотки все равно промелькнут а на этом все всем пока я пошел